Всем привет, ребятки, с вами Флэш. Добавили в игру MP5, сейчас будет супер-мега-быстрый обзор на это оружие, но перед началом расскажу о небольших, но очень важных изменениях. LR-300 теперь можно крафтить, находится она на 31 уровне, стоит 40 металловысокого качества, уровень такой же, как у Калаша, не зря она в переработчике, в отличие от N249, раскладывалась на компоненты. Следующее изменение по глушителю. Звуки выстрела из глушителя раньше были слышны до 100 метров, теперь урезали до 40 метров, то есть он намного тише стал. И следующее, то что он полностью убирает трассеры. Вот так вот стреляет, видно, что трассеры летят, и так вот с глушителем. Абсолютно тихая и бесшумная стрельба, и незаметная. Ну и самая главная новость, нам добавили МП-5, стреляет он пистолетными патронами. Находится он на 25 уровне, стоимость 35 металловысокого качества, у Томсона немножко дороже, еще плюс дерево, и на самом высоком уровне находится СМГшка. Поэтому я и буду его сравнивать с прямыми его конкурентами. Вот такая анимация у него перезарядки. Всегда одна и та же. И вот такая анимация, когда вы его достаете. Причем, к сожалению, одна и та же всегда. В деблоге показывали две. У него уже есть 3D моделька. Вот так он выглядит на полу. И вот так он выглядит в руках. На него можно цеплять абсолютно все обвесы, даже снайперский прицел. Но это не имеет никакого абсолютно смысла. Естественно, для него будет лучше всего это голографический дульный ускоритель. Глушитель. Ну, сделает его немножко покрасивее. Стандартный прицел, вы можете видеть, достаточно неплохой, в отличие от... Хотя он похож чем-то на М-ку прицел. Да, у Томсона мне меньше нравится, если честно. У СМГшки тоже вот этот вот кругляш. Кругляш, он закрывает львиную долю обзора. Да, неплохой прицел родной. Но с голографом, конечно, любой прицел становится более удобный. Теперь послушаем, как он стреляет. Звук стрельбы и темп. Сразу Томсона, чтоб сравнивали. Томсона темп быстрее, но СМГшка не конкуренция. Средний темп стрельбы плюс увеличенный магазин до 30 патронов делают его очень долгосрочным оружием, в перестрелке затяжной. То, что вы не выстрелите все быстро патроны. И при этом большой запас, что делает достаточное преимущество. Теперь посмотрим точность. Буду сравнивать, опять же, с конкурентами. Стрельба всегда из приседи, через правую кнопку мышки. Средняя дистанция. Контролирую отдачу так, как умею. Достаточно кучно легло, по ощущениям. Сейчас Томсон. Томсон, конечно же, быстрее выстреливает. И СМГшка. Что мы имеем? Блин, к сожалению, очень плохо видны трассера. Почему-то раньше лучше было видны. Ну, в общем, кучность, по ощущениям, даже не особо отличается от конкурентов. Нашел, на чем замерить кучность. Еще раз проверяем. Опять же. Новый МП-5. Томсон. Да, Томсон отом стрельбы, конечно, очень шустрый. И СМГшка. Вот такая вот кучность. ССМГшка, на удивление, достаточно точно бьет. Томсон хуже всего, примерно, как ССМГшка бьет МП-5. Ну, а теперь ставим те обвесы, которые я бы поставил. Конечно, это же голограф, ускоритель. Но небольшой он дает разброс. Но мы его компенсируем, опять же, лазерным целеуказателем. И для сравнения, теперь стреляем рядышком. К сожалению, темпа стрельбы я не особо почувствовал разницу. Поэтому можно ускоритель убрать. И попробовать еще раз. Но уже видно, что намного кучнее с лазерным целеуказателем. Да, честно говоря, можно пожертвовать. И причем явная отдача вверх. Вот видите, он стремится очень сильно вверх. Поэтому, но намного кучнее столбить. По урону. Урон у него будет стандартный. Такой же, как у пистолетного патрона. То есть, такой же, как у СМГшки, так и у Томсона. Сразу расскажу плюсы по своему видению. Это, конечно же, увеличенный магазин, что дает шанс в перестрелке. Еще раз повторюсь. То есть, без перезарядки достаточно интенсивно вести огонь. При этом, Томсон и СМГ уже давным-давно закончатся у них магазины. Придется перезаряжаться. А на нем же можно очень экономно расходовать. И достаточно точно бить. И не средний темп стрельбы. Это одновременно и плюс, и минус. То, что вблизи вы, конечно, будет сложно зажать. С МГшки намного проще. Но при этом будет более экономная на средней дистанции расход патронов. Что, опять же, приводит еще вкупе с увеличенным магазином к очень продолжительному огню. Все, ребятки. Это был супер-мега-быстрый обзор на МП-5. С вами был Флэш. Увидимся в следующем видео.